Привет, продолжаем играть за армянское царство и играем в Рим Тотал Вор. В общем-то, давайте вспоминать, на чём мы остановились. Кудур Мабук из Сатала и всё так же осаждает Византии. Шесть ходов до сдачи. Так, на Балканском фронте у нас есть Артакси и Стамисы. Наша конная армия застрельщиков, катафрактов. Белозору. Мой повелитель. Осаждает Тордат из Канниполиса. Так, в Фессалонниках мы переподготавливаемся. Ну и Ларису взял Сардури из Горни. Так, вроде бы на Балканы у нас ещё двигается подкрепление. Кстати, вот два хода до сдачи Родоса. Мой повелитель. Просто прекрасно. Так, Менва из Риза, да? Я ему дал целую армию. Этому товарищу. Двигается у нас тоже на Балканский фронт. Приказы. Так, это, кстати, да. Это штурмовая пехота. Ещё на Балканы я тут флотом двигаю тоже кое-какие силы. Дабы заштурмовать, в общем-то, брутские твердыни в Греции. Так, Сиви девять ходов до сдачи осаждает её Рим Син-Завоеватель. Ну и у нас тут ещё, помимо него, три армии есть. В общем-то, мы наступаем на Брутов. Наконец-то. Так, по финансам. Выходим вроде бы на 9 тысяч. Прибыль у нас очень маленькая. Чуть больше полторы тысячи. Ну, в общем-то, да. У нас много войск построено. Пурпурная краска, ценный торговый ресурс. Понятно. Мой повелитель. Так, хорошо. Давайте, давайте сдадим ход. Всё равно, как бы, большего здесь особо не сделаешь. Ни фига себе, а чё у вас так много, ребята? Блин, как всегда, опять эти притрианцы. Да, ну и здесь ещё вот хорошие войска, в общем-то. А отступать... Отступать некуда. Он меня со всех сторон, в общем-то, обложил. Ладно, давайте примем бой. Посражаемся. Трававый день настал. Для многих он будет последним. Так будь что будет. Сегодня падут наши враги. Некоторые из нас скоро умрут. Но остальные выпьют за их светлую память. Итак, сражайтесь с честью. И тогда вас будут вспоминать с честью. Так, будем размещаться, в общем-то. Кстати, я вот не успел сказать, что по численности наши войска как раз вот, ну, были близки друг к другу. К врагам прибыло подкрепление. Да что вы говорите, да? Подкрепление. Врагам. Вот эти вот ребятки, да? На них надеются. Бруты. Так, давайте мы их зажмем с двух сторон. Все-таки, чтобы стрел нам по возможности хватило на всех. Так, полководца, вообще-то, нужно убрать куда-нибудь в более безопасное место. Отряды, уходим! Вперед! Угу. Пытаются отстреливаться пиловыми. Так, 3% потеряли уже бруты. Ну да, в общем-то, тяжковато. С брутами тяжковато воевать. Давайте я, в общем-то, их лучше в ближнем бою со мной. Дабы не тратить стрелы. Так, прекрасно, да? Недолго они сопротивлялись. Так, прекрасно. С этими ребятами мы справились. А здесь у нас... Так, неужели это тоже притарианцы? Так, весело, да? Ты заколебал, блин, со своими притарианцами. Да, это 2 когорты притарианцев. На секундочку, да? Хорошо. Да, эти ребятки тут кого-то добивают. Кого вы здесь добиваете? Тут одни и трупы. Да, смотрите. Все погибли. Прямо так не написано. Смотрите, да, вот дом брутов, когорта притарианцев. Этот отряд покинул бой. Да, молодцы, короче. Так, хорошо, давайте мы... Ну, что будем откатываться, да, потихонечку. Будем потихонечку откатываться и в то же время расстреливать врагов. Кстати, если мы это самое, всех тут положим, то вполне возможно сможем взять Ларису. Лучше, блин. Вообще, как трофей Лариса, ну, довольно-таки хороший такой вот объект, так сказать. Да и нужно, как бы, ослаблять брутов, потому что, да, вот они просто заколебали со своими, блин, элитными пехотинцами. Так, а сколько? 25, а у нас 4% потери. Так, хорошо, продолжаем откатываться. А как это самое вы, ребятки, отдохнувшие, если вы полкарты, блин, избороздили? Ну, или у вас супер-выносливость? А, отличная выносливость. Да. У этих ребят просто отличная выносливость, поэтому они, да, много ходят и редко, очень редко устают. Так, всего лишь 35%. Потеряли бруты. Так, мне бы, честно говоря, меня тут зажимают в угол. Мне отсюда нужно бы убираться. Так, мы выключим пока что стрельбу на расстоянии. Так, ну и перестроимся, да, вот. Получше немножко перестроимся. Так, а где-то у него еще анагар был, я видел. Ага. Ну да, в общем-то, пока эти ребятки дотащат его. Так. так, ага. Давайте мы одним отрядом, в общем-то, снесем вражеские анагры. так, а что вы держитесь? Ага, все. вражеский полководец показал, чего он стоит. Все, чего он хочет, это спасти собственную шкуру. Так, прекрасно. Давайте, в общем-то, наверное, будем разбивать их прям вот по частям. так, нужно бы еще откатиться. этот полководец сегодня боги улыбаются нам. Вражеский полководец убит, и его люди потеряли мужество. Ну, конечно. Да, смотрите, как они нас жестко закидывают пилу мами. так, вот этот вот отряд выбьем. Враг бежит. Преследуйте их и не знайте жалости. Так, секунду. Давайте-ка. так, есть, да? Так, теряем, да, много, много у нас потерь, конечно. Да, беда в том, что римские войска, конечно же, хорошие. Так, это вспомогательные лучники. Угу. Да, потери уже потихонечку начинают, начинают давать о себе знать. Так, здесь, да, здесь мы легионеров не можем никак в общем-то обратить бегство не получается у нас. что, пока что мы возьмемся за другие части. Да, 26% потерял я. Ощутимо. Так, секунду, а это кто? Ага. А этого тоже, в общем-то, свалить нужно. давайте мы лучше, наверное, один отряд выберем для добивания. Враги трусливо бежали. Вытесним их с поля боя. Так, прекрасно, вроде бы мы победили, сейчас остается нам добить их всех. Потери у нас довольно-таки высокие, 30%. ну и римские войска, конечно же. The best of the best of the best of the best вы одержали безоговорочную победу. Так, прекрасно. Героическая победа, хоть что-то новенькое. Победа за нами, помогут. Так, захвачена Белозора, давайте уничтожим жителей, заработаем немножко денег. Так, кандидат на усыновление покровителя Лиап из Артаксарты. Мадь из Канеполиса, 26 лет. Берем. Сопротивление в Белозоре подавлено. Так, ну да, здесь понятно, я заработал денег. Самая развитая фракция ни на востоке, ни на западе, нет ни одной столь же развитой фракции, как мы, и столь же достойной уважения. Прекрасно. Новый член семьи Араму из Элегеи. Так, давайте мы в Пергаме попробуем храм строить. Так, еще у нас войска. Так, ну это понятно, да? Объявлена война дом сцепионов в Фракии, а эти две фракции объявили другую войну. Из этого положения можно извлечь выгоду. только только выгоду и извлекаю. Ничего больше. Так, мы для начала вложимся в Фессалоники. Так, потом вложимся в Ларису. так, ну и Белазору, конечно же, да, тоже нужно будет. Давайте для начала может быть самые потрепанные. Так, а в Белазоре лобное место. Так, здесь понятно, что ловить нечего. Давайте вот пока что вот сюда вот к Фессалоникам Артаксия из Томисы подведем. так, это еще катафракты. Господин вперед! вперед! Так, есть, да, вот еще одна армия есть. вперед! Господин! так, кораблям, да. Где мои корабли? Вот они. Так, прекрасно, двигаемся, двигаемся в сторону Греции. Ставить паруса. Ходы кончились, господин. Корабли готовы. Так, у меня здесь еще есть. Это, наверное, можно и вот так вот. Блин, да, опять эти повстанцы. Приказы. Так, отличная безоговорочная победа. Так, в Седоне можно будет. Могучий полководец. Давайте мы в Седоне наших конных застрельщиков переподготовим. Так, что еще? Ага, вот, вот оно. Вот это вот мы тоже. Победа! Победа! Так, здесь вроде бы зачистил. Кто где остался? Ну да, я помню, что вот здесь вот у нас дофига. Здесь тоже нужно бы немножко зачистить концы. Ходов больше нет, господин. Мой повелитель. Так, тут у меня еще лишние катафракты. Хотя катафракты лишними не бывают. Так, хорошо продвигаемся вдоль Средиземного моря по пустыне. Мой повелитель. так, пока что брутов не встречаем. Приказы сепионов, да? Каких брутов? Сепионов, да? Вот они здесь собираются. Так, Родосу последний ход до сдачи. Просто, просто чудесно. паруса. Так, ставьте, да, ставьте паруса. Так, все, выгрузился. все на берег. Угу. Ставить паруса. Так, приказы невозможно, господин. Давайте немножко поболее тогда вот гарнизона. Я не знаю почему, но очень плохо управляются города. Полководец кораблям. так, это, кстати, тоже, да, можно все вытащить. Кстати, да, вот эти вот войска приказы легионеров армянских это тоже можно бросить на фронт. Ходов больше нет, господин. Так, и денег у нас слишком мало, я даже даже не буду залезать в стройку. я просто именно вот смотрю именно порядок. Так, прекрасно. сдаем ход. Да, сдаем ход. Победа за нами, о могучий. Так, это земля наша. Захватываем Родос. Смерть рыщет по стране. Колдуны и злые духи сговорились, чтобы наслать эту чуму на наш народ. Затронутый Александрея. Да, сразу же две тысячи граждан. Ну и чудо захвачат. Наша армия захватила настоящее чудо. Многие подивятся тому, что такая вещь существует. Колосс увеличивает морскую торговлю на 40%. Колосс гигантская статуя бога солнца Гелиоса, стоящая у входа в гавань Мандраки на острове Родос. Жители Родоса выручили деньги на строительство этой необыкновенной статуи от продажи оружия, брошенного македонянами после безуспешной осады города. Возвышающаяся более чем на 30 метров, она была создана скульптором Харрисом из Линда. Возведение колосса заняло 12 лет и работа была завершена в 282 году до нашей эры. Уже в 226 году до нашей эры статуя рухнула во время землетрясения, но сохранившиеся нижние части ног и многочисленные осколки статуи продолжали привлекать гостей к острову. После падения колосса Плиний написал «Немногие люди могут охватить двумя руками его большой палец, это была выдающаяся со всех точек зрения скульптура. Попыток воссоздать колосса не было из-за запретов Арахула». Так, прекрасно, у нас, в общем-то, чудо захвачено. Сопротивление в Родосе подавлено. Новый член семьи Арташес из Саталы. Так, ну и прекрасно, у нас снова есть деньги. Так, пока чудо захвачено, в общем-то, у нас немножко порядочек взобновился в городах. Мой повелитель. Так, секундочку. Ну давай вот этот вот флот возьмем. Так, ну и по дороге мы зацепим мой повелитель, могучий полководец. Да, и лучников духа тоже. Зацепим вот эту штурмовую армию. ну как бы ей все равно в родосе засиживаться. Не есть хорошо. Так, а ну никак, вот ну прям ну никак не хочет на нормальные налоги переходить. корабли готовы. секундочку. мой господин. Ставить паруса. Да, господин. Так, да, все ближе и ближе мы к Греции подплываем. Так, у нас тут уже две армии есть. Да, мой господин. Да, великий господин. Корабли готовы. Да, мой господин. готовы поднять паруса. ладно, давайте мы пока что вот сюда вот так. Да, мой господин. Готовы поднять паруса. Да, поднимайте ваши паруса без проблем. Так, здесь у нас вроде бы штурмовая армия есть. Так, ну и один подкоп на всякий случай. Так, вот эту армию уже можно использовать для более выгодных целей. Так, а ну пошел отсюда. это осаждаем поселение господин. Поселение в осаде господин. Приказы мой повелитель. Так, ну смотрите, да, вот потихонечку у нас уже это самое тут какой-то более не менее да, я хотел только что сказать порядок, но что-то с порядком это это мало связано. Опять эти повстанцы здесь везде просто. ну знаете, с другой стороны, зато в наступлении то у нас это самое вот как раз вот порядочек то и появляется. То есть мы уже подводим штурмовые войска, уже были одержаны победы над римлянами, так что в общем-то не знаю не вижу смысла жаловаться на обстановку. Так, мы можем наверное по городам быстренько пробежаться. Так, ну и пока у нас чудо захвачено, может быть налоги где-то получится повысить. так, Арсаки. Угу, ну вот это вот тоже было бы неплохо. Так, Белозора, давайте пусть на нормальных. так, а я чё здесь не переподготавливала что ли? Быть такого не может. Так, 52, ладно, мы сейчас вручную всё-таки приказы бы не забивать. Приказы вот так вот сделаем, чтобы всё поместилось. Вот так вот лучше. Так, продолжим, да, продолжим наше путешествие по по нашим завоёванным городам. Я не знаю, может быть на один ход получится немножко это самое. Хотя бы повысить налоги. Пока, в общем-то, чудо действует. так, кое-где, смотрите, кое-где вот всё-таки получается налоги-то поднять. Так, я хотел вот в Египте торговые пути строить. Да. так, ну нормально, на следующий ход у нас будет, наверное, хорошая прибыль. Кстати, Мазака. Ага, так это ты у нас, да? Ты у нас командиром хотел быть. существенный владыка. Ну что ж, в нашем армянском царстве все возможности для этого есть. Так, ну в Дамаске можно вот налоги-то повысить. Так, отлично. Ну более не менее, да? так, вроде бы, вроде бы замечательно. Больше, чем 19 тысяч у нас в казне намечается. Так, вот эту вот армию давайте мы атакуем врага. Так, вот собака, ну что ты тут крутишься, а? Так, это можно будет заштурмовать Византией. поселение в осаде, господин. Так, тут у нас, кстати, в Галикарнасе еще вот так вот можно сделать. Господин! Господин! Прошу прощения, в Никобедии, да? Так, ну и налоги придется понизить пока что. Так, Так, я вроде бы хотел больше не вкладываться в военную отрасль. Так, ага. Вот ты так, да? А если я возьму и заблокирую тебе доступ к Ирине, уходим! Ходов больше нет, господин. Так, прекрасно. Так, этими я походил. Так, ну все, вот у нас тут уже все набирает обороты, все потихоньку, мой повелитель. Секундочку, ага, а здесь, здесь все переподготовилось. Господин! Так, ну вот это вот дело. Могучий полководитель. Давайте мы заменим войска на более опытное. приказы. Приказы? Господин! Так, ну и в общем-то давайте вот приказы же. Могучий полководец. Уже вот полностью комплектуем армию. Приказы? Так, все остальное можно будет переобучить. так, а вот армии ударить куда? Так, ну здесь я допустим штурмовой пехотой. Вот Спарту, Каринф и Афины. Ну да, мне вот дорогу на Аполлонию нужно бы заблокировать. Первая когорта легионеров. Ребята, а если я не ошибаюсь, по-моему вот первые когорты такие можно только в Риме строить. Вот я честно говоря я очень давно не играл за римские семьи. Пожалуйста, напишите в комментариях можно ли их строить везде или только в Риме можно вот эти первые когорты строить. Мне кажется, что только в Риме можно их. Но повторюсь не уверен. Может быть я и не прав. так, армейские а покруче есть у вас какие-нибудь казармы? так, а как просмотреть? Ну да, нужны шпионы. Я выполню любой приказ. Иду. так, блин, да, где у вас тут это самое? Все у вас тут казармы это тоже армейские. Господин? Ну давай. Да, мой повелитель. Нет, не могу посмотреть, но мне кажется в Аполлонии все-таки что-то он притарианцев может строить. так, хорошо, в общем-то неплохо. Могло бы быть и хуже. Давайте сохранимся и сдадим еще один ход. Дал ему леща такого. Так, наконец-то в Сидоне царский дворец. Давайте мы вот шелковый путь. Новые члены семьи Донатия и Аргешти из Канеполиса. Анкира растет. Да, давайте выдадим им право на рост. Александрея продолжает болеть. Ну и у нас идет минус по прибыли. Так, давайте немножко восточной пехоты будем строить, нанимать. так. а вот здесь вот нужно уже будет корабли готовы. Так, а где армия? господин готовы поднять паруса. Эй, ты че не разведываешь? Да, господин да, господин так, ну все, ну все, ребятки. А вот мы, а вот мы уже и в так, а все, да, у меня было две армии. Так, ну что ж, ладно. Ухожу из армии. Все на берег. Так, этих ребят я по суше, да, отправлял. Вот этих, да, вот этих вот ребят. полководец приказы могучий полководец так, ну тогда приказы мой повелитель блин, да что такое? Могучий полководец так, а если, а если вот так? Мой повелитель разделить войска атакуем врага осаждаем поселение господин поселение в осаде господин 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 готовы поднять паруса так, выделить еще войска и в общем-то афины тоже вот можно будет тут гарнизон совсем слабенький паруса да, господин так, офигенски просто раньше я, блин, купался в деньгах, а сейчас сейчас ну вообще жопа какая-то господин так, все пошли отсюда давайте это самое мы заштурмуем Византии приказы атакуем врага или не заштурмуем поселение посаде ему три хода осталось до сдачи так, у нас две лестницы две осадные башни можно будет наверное еще ходик подождать господин барш готовый поднять так, а это это гарнизон ставить паруса ставить паруса так, да все господин все просто прекрасно так а родос у нас вообще-то просится на нормальные налоги так вернемся к нашим к нашим повстанцам победа в атаку славная победа да да не так ну хорошо давайте тогда и эту армию подключим в общем так ликвидации вот этих вот ребят здесь в малой азии так даже и лучше так что у нас здесь я хотел да я хотел кирену взять сепионы да тут дофига у них гастатов офигенский смотрите какой резонанс у брутов здесь блин когорты этих самых претерианцев да первые когорты а у как бы этих сепионов у них обычные гастаты так и давайте мы будем разбивать попутно мой повелитель римские армии а вот смотрите да городские когорты есть когорты легионеров так римскими сепионскими войсками командует аппи а в зоне 22 года отличный полководец ну и помогает ему терций цицерон 24 года хороший полководец чиновник ну и судья божьей милостью гибкий ну что ж нашими войсками командует бель нерарий из артаксарты 50 лет хороший полководец не знающий страха открыто лояльный надежный победитель мясник чертежник кровавый давайте сражаться сегодня страшный день все битвы страшны но только подумайте насколько хуже этот день будет для наших врагов им предстоит сражаться с нами лучшими солдатами мира а теперь к оружию укрепите свои сердца и подумайте о своих любимых подумайте обо всем что вы хотите увидеть снова подумайте об этих вещах и победа будет за нами ждать моего приказа так прекрасно давайте размещаемся кстати смотрите местность довольно таки неплохая меня в общем-то устраивает так секундочку а как вам это самое подобраться поближе так ну что ж в общем-то да как всегда подтягиваемся поближе и начинаем их расстреливать все-таки у них здесь много легких легких войск а вот тяжелых войск даже принципы и триарии есть и гастаты есть так вот тяжелых войск у них мало по-моему два отряда один отряд городской когорт и один отряд когорты легионеров так а ты отступаешь или да он отступает так ну ничего 15 процентов потерял видимо сцепионов прям вот ну все очень плохо если он вот прям вот бережет свои войска брут это особо там войска свои не берегут победа за вами и никто не посмеет нас так отлично у нас победа правда честно говоря победа это сложно назвать мой повелитель в атаку давайте мы все таки что-то разобьем мания одината да кстати бельнирарий из артаксарты плюс три командования получил приказы так будем использовать для этого армию под командованием портатуи из элегеи 22 года манию одинату хороший полководец чиновник сообразительный и довольно ленивый когда этот человек чувствует нехватку энергии он больше всего любит предаваться ничего не деланию наш человек молодец ну и вспыльчивый нашими войсками командует довольно-таки молодой 35 лет портатуей из элегеи понимающий в логистике кровавый истинно лояльный надежный слабость расположенной к философии да давайте сражаться ну потому что разбивать нужно на их мы не ищем войны мы любим мир и процветание но сейчас мы будем сражаться и не остановимся до тех пор пока все наши враги не падут мертвыми к нашим ногам и когда битва начнется помните мои храбрые солдаты что в их сердцах страх страх перед вами так ой блин я случайно я случайно нажал кнопку размещения я хотел я хотел подождать чтобы вот пыльная буря немного поутихла все таки что у нас стрелки ну и как бы да вот нашим войскам вообще-то нужна хорошая видимость для меткой стрельбы это было совершенно вот машинально ребята хотите верьте хотите нет так в принципе да тут два отряда каких-то застрельщиков да это по-моему всадники ну и генерал кстати генерал у него прокачаны так ребятки давайте вы голубом сейчас мы быстренько раскатаем так ну что ж да пошел отстрел так давайте прессинговать так давайте мы их в ближнем бою в общем-то уничтожим до этого генерала вражеский полководец бежал как испуганный ребенок а теперь атакуйте эти люди отлично подходят на роль врагов они в ужасе бегут с поля боя так все-таки сумел улизнуть или не сумел посмотрим так ну вот он последний давайте кто его пристрелит получит орден медаль вот везучий сукин победа за вами и никто не посмеет назвать ее недостойной или незаслуженной да он он все-таки сумел выбраться надо же везет же некоторым а так а нафига ты сюда отступил а так ну блин гоняться за ним конечно же это дело неблагодарное так ну и мы можем вообще-то разбить вот вот эту вот армию которая отступила именно попробовать второй заход потому что первый раз они как бы это грамотно отступили сейчас они уже при всем желании отступить не смогут битвы никогда не бывают простыми но они не должны быть простыми ведь это время испытания для настоящих мужчин для благородных мужчин и даже худшие из нас готовы к этому испытанию а теперь к оружию укрепите свои сердца и подумайте о своих любимых подумайте обо всем что вы хотите увидеть снова подумайте об этих вещах и победа будет за нами так прекрасная погода в чем-то можно размещаться я думаю войск нам вполне хватит так прекрасно давайте вот поставим двойную скорость ну и легко так вот подкатим к товарищам с цепионом кстати можно и поближе тут как раз с нашей стороны отличный холмик блин три арии ребята три арии это кто это по моему принципы офигеть так это кто у вас собачки да так а ты значит на холмик да поднялся и считаю что здесь ты находишься в безопасности так я так думаю что нужно будет поближе наверно по подойти вот так вот так ну и давайте чего вы достреливать давайте поближе немножко так прекрасно пошел отстрел куропаток да тут уж извини тут уже отступить у тебя не получится римская кавалерия тяжелая конница ну блин хорошо хоть не притарианская хорошо хоть не не притарианская кавалерия с одной стороны знаете вот воевать против рима к ну конечно интересно да то есть это достойный такой противник против которого ну да вот нужно под напрячься в общем то сжать волю в кулак включить мозги а с другой стороны знаете вот ну просто надоедает да вот эти вот огромные рим римские армии которые блин нужно в несколько часов потратить чтобы там их поразбивать оно все все надоедает так давайте мы может быть лучше постреляем по кавалерии так а чё вы такие блин бронированные вы же как кавалеристы так к римляне под всего лишь 15 процентов потеряли офигеть не а реально чуть-чуть так мало думал мы тут всех их положим только на именно стрелками так тут блин пыльная буря началась так давайте мы его сразу же прям вот отключим сохранение дистанции так эти эти римские ребята тут уже сразу же в кучку сбились так замечательно давайте мы для начала ударим по 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 римской кавалерии блин так так вражеский полководец бежал как испуганный рим сегодня боги улыбаются нам вражеский полководец убит и его люди потеряли мужество так это это хорошо это то что нужно то что доктора прописал так враг бежит преследуйте их и не знайте жалости так ну да в общем то преследуем их мы мы стали целью разбить римские войска так отлично потерял я всего лишь пять процентов так ну да кавалерию вы вряд ли догоните ну с другой стороны это как бы тоже нормально победа за вами и никто не посмеет назвать так отлично у нас у нас победа победа господин так вообще то а вообще то вообще то можно продвигаться дальше никто вот клептису магния так а здесь у меня на кораблях ничего нету а ну и как бы и прекрасно как можно закончить тогда серию на таком моменте потому что потому что не люблю знаете вот оставлять на 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 кораблях какие-то армии потому что потом забываешь про них и вот так вот у тебя вот на корабле какая-нибудь армия может просидеть всю игру так готовы поднять паруса так ну это же не про меня да потому что у меня нету армии корабли готовы так вот так вот мы сделаем так а здесь тоже да а здесь же у меня тоже есть корабли или нет так ну что ж давайте подводить итоги этой серии продвинулись мы войне с цепионами правда недалеко продвинулись но вот наши армии уже наступают на направлении лептиса магны так что в общем то я считаю довольно таки неплохо плюс ко всему мы наконец-то высадили десанты в греции в оладе в общем то спарту коринф и афины можно будет заштурмовать мой повелитель только нужно будет отсюда часть войск перебросить могучий полководец кофе нам в общем то да вот лариска вот здесь вот мы уже держим неплохую оборону и салониках взяли белозору ну прекрасно в общем то на следующий ход а можно и не штурмовать здесь все равно три хода до сдачи ну в любом случае очень скоро очень скоро пойдет византий кстати тоже великий город так что вот на направлении брутов мы прям вот здесь вгрызлись в грецию македонию что весьма неплохо так у нас 31 область еще нужно 19 19 областей ну в общем то да мы тут уже совсем рядом с италией находимся можно будет потом да вот через этот таррент да таррент через направление аполлонии таррента вот перебрасывать в армии в южную италию ну и наступать вот на италию или на сицилию параллельно с этим наступая на африканском направлении ну и может быть даже расширяя вот здесь вот плацдарм на балканском направлении все таки же вот здесь есть салона сегестика ну и так далее короче ну что ж а пока что ставьте лайки подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали пишите ваши комментарии я их все считаю честно честно всем спасибо за просмотр и всем пока пока